Итак, свершилось еще кое-что. Недавно Реды официально заявили о завершении закрытого бета-тестирования самостоятельной от Ведьмака карточной игры Gwent и скором запуске публичного, то есть уже открытого для всех, бета-тестирования игры. Не релиз, но уже ровно за шаг до этого. Отличная новость, давайте разберем ее немного подробнее. Привет всем, меня зовут Ивойс Ребус и это просто канал об играх. Как человек, тщательно следящий за всем, что происходит на просторах интернета, связанного с Ведьмаком, я не мог пройти мимо столь важной информации о переходе гвинта из ЗБТ в ОБТ. Многие из вас даже знают, что я уже давно ждал этого момента, чтобы ворваться в гвинт и начать всем проигрывать. И не важно, что фактически под конец ЗБТ ключи от гвинта разве что на улице не валялись. Все равно огромный пласт ленивых и не очень заинтересованных людей не заходили в игру из-за отсутствия у них ключей. А значит на старте ОБТ вполне вероятно будет приток достаточно большого количества новых игроков и возврат тех, кто, как и я, решил пока не играть на этапе ЗБТ. Что же нам подарит переход игры в открытый тест, который стартует уже 24 мая? Ну во-первых, у каждой карты появится ее премиумная анимированная версия. У абсолютно каждой карты. И в небольшом видеообзоре нам показали несколько таких карт. Они выглядят, ну просто потрясающе. Еще в книге говорилось, что краснолюды очень искусно делали свои карты для гвинта. И эта традиция сохранилась в руках редов. Они это обещали с самого начала и они это сделали, что, конечно же, неимоверно круто. Далее было добавлено еще 20 новых карт. Саския, Бонард и Скрытый. Это лишь некоторые из добавленных карт, которые показали в пресс-релизе. Уверен, что остальные будут не менее интересными. Также был добавлен новый ресурс. Метеоритная пыль. Основное назначение которого превращение обычных карт в премиумные. Ну, то есть анимированные. Получить эту пыль можно при распылении премиумной карты. А также абсолютно теми же способами, что и оруду или обрывки. То есть за победы, ежедневные задания, испытания, ну и так далее. А, ну и конечно же ее можно будет купить за реальные деньги. Кто бы мог сомневаться. Также есть некоторые изменения в самом игровом процессе. Во-первых, теперь карта лидера это реальная карта, которую нужно выставлять на поле боя. И только после этого можно будет воспользоваться ее эффектом. Достаточно интересный ход, не правда ли? Переработали формат работы погодных карт. Теперь они не накладывают постоянных эффектов, а наносят постепенный урон. Если эффект не отменить, то карты могут даже покинуть поле боя. С одной стороны, очень интересный момент. Так как теперь погодные карты не будут менять исход битвы за один ход до окончания раунда. С другой стороны, это достаточно спорная механика, которую конечно же необходимо тестировать. И, что лично мне больше всего по душе, были переработаны карты севера. Ожидается, что теперь эта фракция вернет былую мощь и сразу на старте ОБТ будет люто нагибать. Ведь помимо прочего, ей был добавлен эффект брони. Как она работает, пока непонятно, будем разбираться на старте. Кстати, именно за север я играл с самого начала игры в Гвинт. И после самого первого большого патча, который их убил, я и перестал играть. Также были добавлены некоторые новые плюшки. Например, были переработаны начальные колоды, которые теперь с самого начала задержат 4 золотых и 6 серебряных карт и дают больше разнообразия в начальных тактиках. Был добавлен новый режим испытаний. Насколько я понимаю, это будет что-то вроде интерактивного обучения с ботами. И при достижении определенных результатов, нам будут выдавать разные плюшки, попутно обучая и азам, и некоторым более продвинутым тактикам игры. Ну и конечно же, нам напомнили о наградах, которые участники закрытого бета-теста получат за игру. Компенсации бочек, если вы донатили, награды за ваш уровень, награды за окончание сезона, анимированного Геральта и дополнительный аватар. Вроде неплохо. Ну а так, вроде и все. На самом деле, переход на ОБТ скорее напоминает просто новый глобальный патч, который вновь достаточно сильно меняет игру в глобальном плане, добавляя новые механики, которые требуют теста и шлифовки. Мне кажется, что фактически главным в переходе на ОБТ является тот факт, что художники просто к этому моменту успели анимировать все карты. А если бы не успели, то нам бы просто выкатили новый патч. Я в свое время закончил игру из-за первого глобального патча, который фактически полностью перекроил игру, меняя баланс на корню, заставляя меня бросить мою фракцию севера и начать качать эльфов, причем с акцентом на краснолюдов. Потом вообще был вайп, но у меня нет никаких претензий к разработчикам, ведь это был ЗБТ, который и необходим для доработки и даже переработки игры, полностью меняя баланс или концепт. Это нормально. Но сейчас у меня большой вопрос. ОБТ. Обычно это значит, что продукт готов для массового использования и фактически находится в предрелизном состоянии, и ему просто требуется тест для внесения финальных, небольших доработок. Будет ли этот публичный тест таким или нас ждут глобальные изменения, я не знаю. Но зато я знаю, когда будет релиз. В самом начале Реды обещали, что помимо обычной игры будут и некоторые сюжетные истории, которые можно будет проходить. Вот как только такие или такая история будет готова, нас ждет релиз. Ну а пока я думаю, стоит зайти на открытое бета-тестирование и попробовать его. То есть 24 мая, в среду, в 18.00 по МСК, мы с вами проведем стрим по ОБТ Гвинта. Посмотрим, чего там наворотили Реды, чего добавили и что успели сломать. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, то стоит поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления, нажав на колокольчик. Ну а мы увидимся уже очень скоро в новом видео. Но на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»